Попалась мне тут на глаза цитата российского министра культуры Мединского. Он написал некий очерк о русском пьянстве, лене и жестокости, развеивает, так сказать, мифы, которые гуляют по всему миру. И вот что он написал о фильме «Армагеддон». В 1996 году на экране вышел упомянутый мною ранее фильм «Армагеддон». По пути к опасному астероиду американцы стыкуются с космическим кораблем «Россиян». На этом полуразрушенном корабле остался один человек, зовут его Лев Троцкий. Грязный и небритый, он ходит в ушанке с красной звездой и в валенках. В момент прибытия американцев на борт он «чинит корабль», в кавычках, лупит кувалдой по какой-то детали, торчащей из стены. Этот небритый россиянин с чудовищно испитым тупым лицом, в общем, положительный персонаж. Он смел, умен, решителен, помогает американцам и гибнет героически. Но эти валенки – ушанка с красной звездой, у валда в мохнатой грязной лапе. Поражает просто фантазиям Владимира Мединского. Не случайно, что его сейчас, слышал я, собираются лишить его докторской диссертации. Действительно, чувак просто абсолютно некомпетентен. Прежде всего, фильм вышел не в 96-м, а в 98-м году. Но, в принципе, это мелочи. Космонавта, который работает на орбите, зовут не Лев Троцкий, а Лев Андропов. И ходит он ни в каких ни в валенках, но, правда, в шапке-ушанке и, действительно, в футболке с звездой на груди. Кстати, он по сюжету не гибнет героически, а наоборот, трижды спасает американскую команду. Так вот, в связи с этим, мне хотелось бы сказать, чем отличался образ русского у американцев в 90-х годах и какой образ русского у американцев превалирует сейчас. Этот самый русский космонавт Лев Андропов – очень запоминающийся и колоритный персонаж. Играть этого русского пришлось шведскому актеру Питеру Стормаре. У него действительно достаточно отталкивающая внешность, и он всегда играет неких злодеев. Выбирая этого актера, наверняка хотели показать, что русские – некие уроды по сравнению с красавчиком Беном Эпликом или с Брюсом Уильсом. Но что же происходит потом? Все эти выхолощенные американские ребята теряются в экстремальной ситуации. А русский лев – лев имеется в виду имя – в нужный момент достает лом и, по русской привычке, решает все достаточно быстро. Более того, в конце фильма команда, которая спасла Землю от Армагеддона, от тотальной катастрофы, идущая навстречу счастливым освобожденным землянам, естественно, насчитывает и русского космонавта Льва Андропова, который вместе со всеми, хоть и на заднем фоне, но тоже радуется этой победе. Да, тогда, в 90-х годах, у американцев были надежды, что с русскими можно работать. Что да, они любители выпить, да, они не очень симпатичные ребята, но в нужную минуту подставят свое верное и могучее плечо, и даже при помощи лома все равно решат какую-то задачу. Это было в 98-м году. Аналогичный фильм, который сейчас можно сравнить с Армагеддоном, это бесспорно фильм «Марсианин» 2015 года с Мэттом Дэймоном в главной роли. Посмотрело его только в России 4,5 миллиона человек, это имеется в виду в кинотеатре, он окупился трижды. Так вот, в фильме, как это обычно делают американцы, идет, естественно, такой скрытый потекст, информация, которая не считывается всеми, но тем не менее подразумевается. Прежде всего, команда, которая направляется к Марсу, естественно, интернациональная, и капитаном корабля показана женщина, конечно же, американка. Она принимает волевые решения. Дело в том, что фильм снимался накануне выборов в Соединенных Штатах, и казалось, что Хиллари Клинтон станет первой женщиной-президентом. Именно поэтому очень часто в фильмах этого периода начальницами становились именно женщины, а не мужчины. Это такая общая тенденция сейчас в мировом кинематографии. Далее управляет этим кораблем мексиканец, это достаточно новый персонаж. Раньше мексиканцы тоже часто мелькают в американских сюжетах, но никогда в роли правой руки командира. Дело в том, что Мексика сейчас в Америке меняет свою роль. Мексика интенсивно развивается, и американцы давным-давно смирились с тем, что их самые близкие соседи – мексиканцы, и не все они – бандиты и преступники. Конечно же, в фильме есть темнокожие. Темнокожие в этом фильме принимают ключевые решения. То, что помогает выжить в конечном счете главному герою и всему космическому экипажу. Когда НАСА попадает в тяжелую ситуацию, помогают им в этой истории на этот раз уже не русские. На этот раз по сюжету помогают американцам, конечно же, китайцы. Именно эту тенденцию и хотели показать создатели фильма. Китайцы в нужный момент подставляют свое плечо. Китайцы вместе с американцами в конце празднуют удачу. В том числе среди работников НАСА очень много симпатичных китайцев с чувством юмора. Мы должны понимать, что американское общество меняется. Они поворачиваются лицом к большому желтому дракону и хотели бы и в будущем дружить с ними. Естественно, на борту этого совместного корабля есть химик-немец. Это точно отражает тенденцию, так как Германия в последнее время становится лидером химической промышленности. Химик-немец в нужный момент создает бомбу, которая помогает кораблю замедлить движение. Также есть женщина-программист, она из Швеции. Это тоже подчеркивает общепринятый стереотип, что множество программного обеспечения и идей в области IT исходят из Швеции. Другими словами, в этом фильме американцы, как всегда, показали свое отношение к миру. А что же русские? Русских просто нет. Их просто не существует во всем сюжете. О них не сказано ни одного единственного слова. Вот так поменялось отношение американцев за 20 лет. Сначала они питали надежды, показывали несимпатичного космонавта, но все же такого, с кем можно работать. А к 2015 году они полностью исключили русских и своих даже потенциальных партнеров. Тенденция не только в американских фильмах, но и в американских умах изменилась. Владимир Мединский может написать новую работу. Только в этой работе ему больше никого не придется обсуждать. Потому что мир полностью исключил русский образ из своих фильмов, а значит из мыслей. Они не берут в будущую команду русского космонавта. Они даже не подразумевают встретиться с ним на орбите. Они вообще больше не говорят ни слова о русских космонавтах и о их космических программах. Именно потому, что больше не верят русским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова